Всем привет! Сегодня будем готовить замечательную холодную закуску икру свекольную. Готовится быстро, можно подать на стол как самостоятельное блюдо или же намазать на подсушенный в тостере жженой хлеб. Это очень вкусно! Приступим! Понадобится отваренная свекла, сырая морковь, репчатый лук, маринованные огурцы, томатная паста, сок лимона, чеснок, соль, растительное масло, перец черный молотый, приправа карри, хмели-сунели. Две луковицы среднего размера, можно взять одну крупную, нарезаем кубиками. Два огурца среднего размера, нарезаем кубиками. Одну морковь натираю на крупную терку. В разогретую сковородку с растительным маслом отправляем нарезанный лук и пассируем до золотистого цвета. Лук пропассировали до золотистого цвета. Отправляем натертую морковь и тушим до мягкости морковки. Морковка стала мягкой. Все пассируется где-то по 5 минут. Лук пассировался 5 минут, морковка 5 минут. Что хочу сказать еще по поводу морковки. Морковку можно не добавлять. Вы знаете, я икру делала свекольную и без морковки, но нам больше нравится икра с морковкой. А вы, пожалуйста, добавляйте на свой вкус. Добавляем нарезанные огурцы. Одну столовую ложку томатной пасты с горкой. Можно заменить на помидор свежий. Одна треть чайной ложки хмели-сунели. И одна треть чайной ложки карри. И все это тушим, чуть больше средней делаем огонь, в течение 5-7 минут. Не забывая помешивать, чтобы у вас не подгорело. Все, что мы протушили, пропускаем через мясорубку. И отваренную свеклу тоже пропустим через мясорубку. В перекрученную икру добавляем перец черный молотый по вкусу. Я добавляю одна треть чайной ложки. Четыре зубка чеснока пропущу через чеснокодалку. Добавлю одну чайную ложку соли без горки. Соль добавляем по вкусу. И одну столовую ложку сока лимона. И все размешиваем. Попробуйте на соль, на перец. Если нужно, досолите, доперчите по своему вкусу. Для меня так достаточно. Очень вкусно получилось. Икра у нас готовая. Можно подавать ее на стол. Но можно ее подать по-другому. Берем сито. Перекладываем в сито свекольную икру. И оставляем так на 2-3 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Можно накрыть пленочкой и поставить в холодильник. 3 часа прошло. Я буду использовать вот такую форму. Если у вас формы нет, можно ее сделать с пластиковой бутылки. Обрезать и получится форма. Перекладываем свекольную икру в форму. Вот такая у нас получилась свекольная икра. Очень вкусная. Приготовьте. Вам понравится. Готовьте и радуйте своих родных. Заходите в гости еще. Всем пока.